Открытый чемпионат Центра морской и физической подготовки по гребле на Ялах прошел во Владивостоке. Участие в нем приняли не только 12 приморских команд, но и гости с Камчатки. Полукилометровую дистанцию спортсмены преодолевали в соревновательном темпе, что само по себе непросто. Ял – это тяжелая шлюпка без киля, предназначенная вовсе не для гонок на воде. Лодка набирает скорость только когда все гребцы действуют синхронно. Я считаю, что соревнования набирают оборот. Данный вид спорта развивается. Присваиваем разряды по военному. Он является военно-прикладным видом спорта. Мы присваиваем разряды и планируем дальше это делать. Большинство участников соревнований – военнослужащие Тихоокеанского флота, морские пехотинцы. Но среди подводных охотников и черных беретов в открытом чемпионате участвовали и гражданские спортсмены. Для гребцов на Ялах спортивного клуба «Острова Русский» эти соревнования стали вторыми. Команду с Камчатского полуострова целиком составляли специалисты по физической подготовке, которая, как подчеркивают организаторы чемпионата, является основополагающей для подозрения Тихоокеанского флота. В финальном заезде среди мужчин пьедестал заняли команды военнослужащих. Бронза досталась морским пехотинцам команды «Залп». А чемпионами с убедительным отрывом стали гребцы из команды 156-й бригады надводных кораблей «Улисс». Следующая регата на морских ялах обещает быть уже в июле. Региональный этап соревнований по футболу среди детских команд «Загрузи себя футболом» завершился во Владивостоке. Стадион «Юность» принял команды из нескольких городов и регионов, включая находку Уссурицк, Южно-Сахаринск и Хабаровск. Основной возраст игроков от 9 до 10 лет. По итогам трех футбольных дней организаторы отметили индивидуальные качества каждого игрока, выявив лучших в каждой команде. Любой турнир, ну, своего рода экзамен. Прежде чем что-то сдавать, надо что-то научиться, что-то потом проверить. Эти турниры, они как раз и преследуют цель. Тренер должен провести какую-то определенную работу. В игре за третье место Хабаровский СКА-1 переиграл «Уссурийский локомотив». А затем на поле вышли финалисты «Луч энергия-1» и «Новая энергия». Игра двух ладиостокских команд была на редкость упорной. «Желто-синий» чаще владели мячом и инициативы на поле. Если в первом тайме номинальные гости переходили на чужую половину и угрожали воротам соперника, то последние минуты играли на отбой и выстояли. Спор за первое место решали пенальти. Любые детские соревнования очень нужны, не только футбольные. То есть спорт – это то мероприятие, которое воспитывает из молодого поколения настоящих личностей. В финале чемпионата успеха добились мальчишки новой энергии. Они победили в серии пенальти со счетом 7-6. На церемонии закрытия турнира команды-призеры соревнований получили кубки и медали. Евгений Черемухин, Новости спорта на восьмом.